Я очень рад приветствовать всех, кто находится в этом зале и рад поздравить с началом такого важного научного мероприятия. Надо сказать, что конференции в честь Юрия Николаевича Холопова уже стали традицией. Это серийная конференция, она из тех, которые остаются надолго в памяти, которые оставляют следы в публикациях очень серьезных. И, конечно, это не случайно, потому что Юрий Николаевич Холопов оставил после себя огромную школу. Мы уже давно поняли, что мы живем на пересечении разных миров. Действительно, не один музыкальный мир, а их много, много языков. И вот поразительно то, как раз, что именно Юрий Николаевич был одним из тех, ну, может, даже первый, кто действительно привел к осознанию этого факта. Юрий Николаевич Холопов пытался отыскать какие-то универсальные закономерности, которые актуальны для самых разных миров, для самых разных систем. И вот это действительно, вот это уже надо выйти на какую-то предельно такую абстрактную глубину рассмотрения, когда уже действительно вместо понятия тоники появляется центральный элемент, нечто более широкое. И вот меня что поражало всегда. С одной стороны, какая-то вот удивительная точность, вот такой настоящий научный педантизм, вот, и в отношении к материалу, в отношении к источникам. Это с одной стороны. А с другой, вот, в тех случаях, когда что-то его увлекало, вот, он преображался. А его увлекало многое. Он преображался. У него загорались глаза, он говорил с энтузиазмом, горячо, так, и чувствовалось, насколько все это ему небезразлично. И вот я как сейчас вспоминаю, что Юрий Николаевич был практически на всех концертах, которые проходили в любом зале консерватории, где исполнялась современная музыка. Ну, не только современная, но вообще новая музыка XX века. То есть это был ученый, который непосредственно связан с живым звучанием, с музыкой, и в этом как раз сила его мысли, его научного инструментария, аппарата. Вот такой исторический, именно настоящий, вот много говорят об историзме, но настоящий историзм внедрил нам Холопов. Это я всегда говорил и буду говорить. И вот как раз не случайно, что на исторических кафедрах столько его учеников, потому что история тоже получила очень мощный стимул к какому-то обновлению, преображению и так далее, и так далее. Продолжение следует...